Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я продолжаю свой, можно сказать, титанический труд, записывая видео в отношении коротеньких таких себе обзорчиков на те машины, которые сейчас на Черную Пятницу есть на продаже, для того, чтобы вы понимали, на что стоит тратить голду, на что нет и что вам эти машины принесут. Кроме того, он у меня на канале, вы сможете найти обзоры на каждую из этих машин, заходите на канал, ищите и, поверьте, вы найдете там все необходимое за цен брони, сравнение с другими тачками, короче, все, что необходимо для принятия взвешенных решений. Следующим у нас сейчас на очереди Объект 268-4, всего лишь за 17 тысяч, я его брал за 27500 в составе набора, да, с легендарным внешним видом, но все равно, ребят, целых 10 косарей разницы, и я думаю, что за 17 данную тачку надо брать однозначно, особенно ПТ-водам. Дело в том, что машина неплохо забронирована, вполне себе маневрена, как для ПТ-хи, без поворачивающейся рубки, ну и я бы сказал, что в основном приносит только удовлетворение. Да, есть нюансы, допустим, первый нюанс это угол склонения орудия вниз, минус 5, но, ребят, взамен вы имеете целых 650 единиц альфы на базовом снаряде, вы имеете 265 единиц пробитием, что более чем достаточно для игры на самом верхнем 10 уровне, вы имеете время перезарядки 13 копейками секунд, долго, но все равно это 3000 единиц ДПМа, и возможность это время перезарядки пережить, потому что машина неплохо забронирована, и пробить ее действительно очень сложно, когда вы стоите вот так вот со лба. Это если кратенько, более подробно ищите на канале, либо по ссылке в описании к данному видосу. Ну что, погнали в бой! Итак, друзья, поехали, и я забегая наперед, сразу скажу, карта, прямо скажем, не самый лучший вариант для данной машины. Дело в том, что угол склонения орудия, ну, вроде бы типа и есть, а с другой стороны, вроде бы типа и нет, поэтому на вот таких вот крайне холмистых картах играется, ну, я бы сказал, больше дискомфортно, нежели комфортно. На прямых участках там совсем другая история в отношении играбельности данной ПТХи, но так или иначе, куда попали, туда попали. Будем заценивать там, где сейчас появились. Сейчас подождем, пока ребята к нам сюда приедут, быстренько прокатываемся вперед, занимаем вот такую вот позицию, ну, и будем здесь сдерживать направление тяжелых танков. По крайней мере, приложим к этому максимум усилий. Ну, как видите, меня не пробивают, что касается времени сведения, то не алло, прямо скажем, хотелось бы быстрее, но я понимаю, за что я плачу. Я сейчас практически вслепую пробил ВКшника, нанес ему урон, при этом я не получил ни одного пробития. Вот в чем фишка данной ПТХи. В том, что она реально живучая, и ее, скажем так, выковырять из того места, которое вы занимаете, если вы правильно заняли это место, если вы сделали так, чтобы у вас не светился нижний бронелист, который, кстати, ребят, является тоже довольно круто забронированным. Тогда, ребят, будет вам счастье. Вот в этом, товарищу, счастье сейчас не сыскать нормально. Меня пытаются сейчас хотя бы фугасом пробить. И все, что могут сделать, это 70 с копейками единиц, 71, если я правильно увидел. Короче говоря, я бы сказал тупо ни о чем. Я вот так вот стоять в поддержку своего союзника могу хоть до посинения. Главное, чтобы не приехали, не начали крутить. Это стандартная беда каждой ПТХи, у которой нет рубки. Но если к вам с Бортины не приехали, то на данной тачке играть, ну, просто одно удовольствие. Это мечта любого ПТ-вода, который любит вот такой вот спокойный геймплей. Никуда не ездить, просто стоять и накидывать. Это действительно очень круто. Так, ну ты слушай, наглец-то какой, вообще никуда не отходит. Сейчас попробуем фугас ради интереса закинуть ему. Накинул, блин, не увидел, сколько урона я ему нанес. Но в любом случае поцарапать я его поцарапал. При этом всем, ребят, обратите внимание, я сейчас потерял, грубо говоря, там 300 единиц по ХП. И могу здесь стоять еще, еще достаточное количество времени для того, чтобы быть полезным. За это время, посмотрите, сколько ВЗХи уже накидали. Мама не горюй. Но этот товарищ не так прост, как кажется. Многие говорят по поводу того, что это очень унылая машина, неинтересная, что это шлак какой-то. Ребят, это реальная имба среди ПТ на 10 уровне. Никого не слушайте. Эта машина действительно достойна вашего внимания. Если вы поймете, как держать себя на карте таким образом, чтобы угол склонения орудия вниз вам не мешал, точнее, не делал вам неприятно своим показателям, то на данной тачке вы реально будете кайфовать от боя к бою. По крайней мере, я это делаю. Напомню еще раз. Я купил эту машину за 27500. Я купил ее дороже на 10 тысяч, нежели она сейчас продается. И при этом я не жалею об этом, ну, скажем так, в полном понимании того, как можно жалеть о потраченных средствах. Да, хотелось бы взять дешевле. Но все-таки, ребят, машина даже 25 косарей своих в голом состоянии стоит. А здесь всего лишь 17. Что касается нашей результативности. Наша результативность, я бы сказал, ну, довольно-таки крутая. Может, мы и не заняли первое место, но существенно к нему приблизились. И с небольшим отрывом Ваффентраген ушел вперед. Меня даже, вон, похвалили. А, это не меня, это его. А почему меня никто не хвалит? Ладно, никто не хвалит, сам себя не похвалишь, никто хвалить не будет. Поэтому сам себе лайканул, потому что тачка классная. И я, по-моему, довольно-таки неплохо на ней сейчас справился. Если вы хотите увидеть дальнейшие короткие обзоры на тачки, которые сейчас вот здесь на Черную Пятницу в магазине продаются, и вы уже посмотрели лимит видео с уведомлением, напомню, это 3 видоса в день, то обязательно посетите мой дискорд-сервер. Там будет публиковаться информация о выходе новых видео в разделе новости канала. Заходите на дискорд, регистрируйтесь и ничего не пропускайте на канале ВотГСН. Здесь только честное мнение о том, что происходит в игре. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Побежал специально для вас снимать следующий видос. Увидимся буквально через полчаса-час. Пока-пока.